приветствую друзья мы продолжаем наш репортаж его 2018 и сейчас мы находимся на стенде компании риослер это австрийская компания которая делает нарезные карабины titan titan 3 и titan 6 я думаю что некоторые из вас с ними уже знакомы потому что у нас есть несколько обзоров на нашем канале youtube этого оружия я с удовольствием сообщаю о том что в этом году в наших магазинах появляются целевые модели карабинов titan 6 вот аналогичные тем которые представлены здесь модели target модель target light и одной из основных фишек этих карабинов является то что они мультикалиберные то есть при европейском качестве производства оружия австрийском очень высоком при возможности быстрой замены стволов и калибров это самая доступная мультикалиберная система на рынке компания рестлер производит стволы любых контуров любой необходимой длины и во всех самых популярных калибрах но в этом году у них есть обновление их модельного ряда причем мне кажется но долгожданное дело в том что раньше они делали ресиверы винтовок из алюминиевого сплава несмотря на то что алюминий достаточно прочный материал но безусловно те кто стреляют много хотели бы все таки видеть здесь сталь вместо алюминия потому что она значительно более износостойкая и вот в этом году рестлер наконец-то начал делать свои ресиверы которые называются titan 6 начал их делать из стали и но это решает последние сомнения и последние проблемы в этой системе которые все еще оставались у некоторых стрелков например у меня стальной ресивер в такой системе позволит использовать одну и ту же затворную группу на различных ложах с различными стволами с различной оптикой то есть получается действительно очень надежная очень хорошо работающая мультикалиберная система у нас уже есть несколько стрелков которые приобрели системы рестлер титан и очень довольны их результатами при стрельбе на кучность и я уверен что будущем мы будем их видеть больше и больше еще из новинок на стенде рестлер это алюминиевая шахта магазина и теперь магазины сменные идут пятками из металла вместо пластика как это было раньше одним словом я очень рад что рестлер наконец-то сделал стальную затворную группу стальной ресивер я уверен что это даст новый толчок как продуктам этой компании наших магазинах друзья мы находимся на стенде японской компании дион оптикс которая более известна под торговой маркой марч и здесь представлена совершенно невероятная система совершенно невероятным оптическим прицелом который уже стал сенсацией выставки его этого года эта система предназначена для стрельбы на очень большие дистанции так называемый extended long range или extra long range винтовка кастом на выполнена в 416 калибре то есть диаметр пули здесь 10 6 миллиметров и это оружие сделано специально для того чтобы можно было попадать в цель на очень больших дистанциях но сделать винтовку в крупном калибре это в принципе небольшая проблема а вот сделать прицел который позволит получить необходимый запас поправок для стрельбы на большие дистанции это до сих пор было но действительно серьезной проблемой и вот компания марш предлагает решение этот прицел он называется дженезис он имеет кратность от 6 до 60 x при достаточно большом объективе но самое главное благодаря очень необычно выглядящему блоку оборачивающей системы и блоку ввода поправок этот прицел имеет запас в 400 угловых минут поправок для того чтобы понимать что это значит вот здесь в брошюре приведены такие данные что с помощью этого прицела например при пристрелке в ноль на 100 метров можно стрелять из 308 калибра на дистанции до двух тысяч девятьсот пятидесяти ярдов то есть на два с половиной километра в триста восьмом калибре хватит поправок а в 416 чей тег на 3 мили будет достаточно запаса поправок в этом прицеле при этом особенная конструкция оптической данного прицела она позволила реализовать очень хорошее качество изображения во всем диапазоне вертикальных поправок снизу до верху обычно чем дальше прицел уходит от основной оптической оси чем дальше смещается его оборачивающая система чем большее значение поправок на барабанах тем хуже становится качество картинки в данном же случае это специально предусмотрели потому что подобные прицелы будут использоваться как раз на верхнем пределе их запаса вертикальных поправок на системах подобных этой у нас в украине подобный спорт пока не очень распространен но хотелось бы верить в том что это вскоре изменится друзья я очень рад что многим из вас понравился плакат порно не понравилась наша акция с этим плакатом я честно говоря удивлен что такое большое количество стрелков заинтересовалась баллистическими данными хорнаде как и обещал первым 5 я вышлю плакаты непосредственно мы с вами свяжемся через личные сообщения но мне бы хотелось чтобы все остальные также по мере возможности получили эту информацию поэтому мы сделаем проще видите плакатов уже нет ну это собственно потому что мы забрали у хорнаде их 400 штук и поэтому в сети наших оружейных магазинов оружейных магазинов компаний и без каждый покупатель патронов хорнаде в каком-то в разумительном количестве начиная от пачки например будет получать вместе с покупкой такой плакат просто в подарок как акцию как полезную информацию я надеюсь это удовлетворить всех тех кто хотел бы получать информацию под ноги более подробно и кто хотел бы иметь для себя такой плакат спасибо вам за участие это blaster r8 с интегрированным саунд-модератором прежде всего в чем преимущество такого решения по сравнению со стандартным где сам модератор навешивается на ствол дополнительно дело в том что баланс оружия его общая длина при установке интегрированного модератора они остаются практически такими же как у карабинов r8 с матчевым стволом то есть оружие очень хорошо сбалансировано отлично лежит в руках и самое главное достаточно маневренное разворотиста для того чтобы использовать его на охоте модератор данном случае интегрированный модератор выполнен из алюминия титана и стали и сейчас я его сниму для того чтобы мы могли посмотреть на его конструкцию более внимательно вот так это выглядит как видите длина ствола у данного карабина значительно меньше стандартной для 308 калибра это 42 сантиметра для 3006 это 47 сантиметров и для магнум калибров 52 сантиметра сделано это специально для того чтобы иметь возможность при установке модератора создать не только объем за дульным срезом который используется при глушении звука достаточно малоэффективно но и иметь объемный эффективный модератор перед дульным срезом где собственно и размещены основные перегородки выполнены из нержавеющей стали и где и происходит основное снижение звука выстрела надо сказать что вот такие модераторы достаточно эффективны по тестам blaser они снижают звук выстрела на 27-29 децибел в зависимости от калибров выпускаются они как для обычных калибров так и для магнум калибров причем также есть модераторы для калибра 93 что очень интересно но вот один вопрос который я задал и меня на него не смогли ответить это есть ли какая-нибудь защита от того что владелец карабина в калибре 93 может накрутить на ствол своей винтовки модератор для меньшего калибра не произойдет ли при этом каких-нибудь технических проблем потому что вы сами понимаете проходные отверстия в этих модераторах будут заметно отличаться но пока что пока что все продумано таким образом чтобы была полная совместимость по модератору со всеми вариантами калибров и даже на магнум калибры можно использовать один и тот же модератор с небольшим удлинителем на 10 сантиметров который позволяет поставить на более длинный ствол что касается ложи ложа как видите здесь используется специальная лошадь может быть либо деревянной ореховой либо синтетической вариант success который хорошо известен всем владельцам лазера 8 но у нее должен быть широкий канал в цевье под толщину этого модератора то есть обычная ложа здесь не подойдет и соответственно использовать ее не получится я уточнил вопрос сейчас уложу я уточнил вопрос по чистке и обслуживанию модератора мне сказали что какой-то особой чистки обслуживания он не требует его можно промывать в том числе водой но самое главное это каждый раз снимать модератор со ствола после того как вы его использовали после того как вы постреляли дело в том что в любом модераторе скапливаются пороховые газы скапливается конденсат если оставлять модератор на стволе вашего карабина либо винтовки то это приведет просто-напросто к появлению коррозии в том числе даже на таком качественном оружии как блазер этого стоит опасаться и поэтому пожалуйста если вы пользуетесь любыми саунд модераторами устанавливаете их перед стрельбой и снимаете их со ствола сразу после стрельбы масса этого модератора отдельно порядка 600 граммов ну нельзя сказать что он очень легкий но он и не тяжелый в сочетании с тонким стволом укороченным для стандартных калибров это как я уже говорил дает очень хороший баланс данного оружия установка как видите очень простая надвинули завинтили и в общем то на этом все ну а теперь что называется плохие новости я вынужден заранее огорчить тех кто уже заинтересовался этим изделием по особенностям лицензирования и по особенностям немецкого законодательства скорее всего ближайшем будущем мы не сможем увидеть на полках украинских оружейных магазинов блазер от 8 с интегрированным модератором их просто не позволяет вывозить из германии не думайте что такая ситуация связана только с украиной на самом деле нет как мне объяснили и очень многих европейских странах эта проблема например в австрии также нет оружия этого оружия с модераторами они не могут его получить такая же ситуация некоторые других европейских странах и даже более того в германии есть ряд федеральных округов где охота с модератором до сих пор запрещена и соответственно владельцы немцы сами не могут использовать это оружие на охоте но все течет все меняется и будем надеяться что ближайшем будущем произойдут определенные изменения в этой сфере и рано или поздно мы также сможем увидеть это оружие на прилавках наших магазинов в украине еще на стенде блазер мне очень хотелось бы поговорить об оптических прицелах данной компании потому что это также новинка и в нашей стране с ними пока не знакомы с 2017 года компания блазер занимается выпуском оптики под своим брендом начав с биноклей они продолжили естественно оптическими прицелами потому что именно этого в ассортименте товаров под брендом блазер в общем то до сих пор как раз и не хватало оптика блазер носит название infinity это целая линейка моделей начиная от загонников с кратностью от 1 до 7 и заканчивая достаточно высокократными моделями от 4 до 20 x с огромной передней линзой 58 миллиметров покажу чуть позже в чем фишка но во первых достаточно интересный дизайн самого прицела его корпуса очень хороший продуманный дизайн всех органов управления здесь действительно достаточно ухватистые поверхности прорезиненные их очень удобно вращать вся оптика выпускается в первой фокальной плоскости и это принципиальное решение инженеров блазер они считают что оптические прицелы в первой фокалке они значительно точнее прицела во второй фокалке просто за счет того что при изменении кратности сетка изменяет свои размеры вместе с изображением вашей цели а в случае с второй фокалкой возможны определенные флуктуации перекрестья прицела относительно цели из-за особенностей механики и оптики внутри прицела еще интересные особенности этих прицелов я успел в них посмотреть кстати здесь великолепное поле зрения очень хорошая оптика мне все понравилось то есть я не нашел к чему придраться в этом плане еще из особенностей стоит отметить интеллектуальную систему подсветки ее можно включать выключать вручную центральную точку но также есть и специальная система которая требует иметь в карабине затвор с надписью айси в этом случае подсветка точки внутри прицела для экономии батареи будет включаться только когда вы взводите шпан шибер взвели включилась . сняли с боевого взвода . выключилась очень удобно но для этого нужен на специальная версия затвора на этих карабинах как это работает честно говоря не знаю но судя по всему магия блазер но тем не менее работает это хорошо я проверил на нескольких винтовках и действительно все это работает великолепно и еще одна мера по экономии батарейки это если винтовка остается неподвижной горизонтальном либо вертикальном состоянии то подсветка просто выключится через некоторое время и снова включится когда вы возьмете оружие в руки то здесь встроен специальный сенсор который позволяет чувствовать в каком положении находится винтовка регулировка подсветки здесь справа а барабанщик горизонтальных поправок здесь находится слева как ни странно такое необычное решение в общем-то но тем не менее ничего особенного в этом нет вполне может быть что кому-то будет удобнее такой вариант давайте посмотрим еще на модели более высокой кратности очень быстренько и пойдем дальше вот у меня в руках r8 самым большим прицелом blaser инфинити в линейке кратность от 4 до 20 x с передней линзы 58 миллиметров это специальный прицел для стрельбы в сумерках и для того чтобы видеть больше в условиях плохого освещения где-нибудь в густом лесу обратите внимание что все прицелы blaser выполнены с интегрированной шиной и их очень легко установить на данный карабин просто потому что вот это крепление на шину и фирменный переходник на крепление blaser позволяет сделать это за считанные секунды то есть действительно это гораздо проще чем установка на кольца и либо моноблочный кронштейн я очень рекомендую всем владельцам этого оружия воспользоваться преимуществами шины и крепления с помощью шины в этом прицеле также первая фокальная плоскость очень интересно организован настройка параллакса здесь всего несколько значений размещено причем на первом значении которое соответствует 100 метрам как я понимаю параллакс фиксируется его нельзя сбить случайно это видимо сделано для удобства пользователя параллакс здесь также справа как и регулировка подсветки и с подсветкой здесь тоже происходят интересные вещи то есть на низкой кратности . которая напомню находится в первой фокальной плоскости она становится гораздо ярче и просто больше в размерах за счет этого это для того чтобы на маленькой кратности и было хорошо видно когда вы поворачиваете в регулятор кратности на большое значение то . становится меньше и она не перекрывает слишком большой участок вашей цели интересная концепция прицелы действительно необычные получились но мне кажется вполне в стиле блазер и я уверен что они найдут своих покупателей потому что такая оптика это то чего не хватало линейки данного бренда для того чтобы создать так сказать полный комплекс для охотника начиная от одежды продолжая оружием аксессуарами и теперь наконец и оптикой а а Знаете, это обувь компании Chiruco. Я в таких ботинках хожу уже второй год зимой на стрельбище, на полигоны, в походы, в демисезон. И, ну, ботинки действительно классные, мне очень комфортно, в них и удобно. Но вот из новинок на стенде, это если кому-то надоели шнурки, то вот такая новая система для шнуровки ботинок называется BOA. Вот таким вот образом ботинок утягивается на ноге. И потом, когда нужно распустить, подняли вверх, отпустили, и ботинок расшнуровался. Альтернатива традиционным шнуркам, ну, выглядит довольно неплохо. Насколько приживется, не знаю, посмотрим. Но уже меньше шнуровки, уже значительно быстрее можно надевать и снимать эту обувь.